Цифровая перезагрузка. В ближайшие пять лет на развитие технологий Казахстан намерен привлечь около 500 миллиардов тенге. О чем еще говорили на форуме Digital Алматы. В этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Рынок технических и программных решений в этом году вырастет на 35%. Аналитики уже оценили его в 12 миллиардов долларов. Преимущество будет у проектов, которые направлены на развитие искусственного интеллекта и беспроводных систем. Вот уже четвертый год подряд Международный форум Digital Алматы выступает одной из ключевых площадок для обсуждения глобальной и региональной цифровой повестки. Много говорилось о взаимодействии региональном. И однозначно участие Евразийской экономической комиссии, руководителей стран, входящих в Евразийский союз, подстегнуло это. То есть мы поняли, что во время пандемии все страны остались один на один со своими проблемами. Еще по инерции закрылись со своими проблемами. А решение-то на самом деле уже все не лежит на уровне какого-то приложения для одной отдельно взятой страны. Даже в эпоху пандемии торговля продолжается, экономическое взаимодействие продолжается. Следовательно, должна быть больше интеграции. В таких условиях странам ЕАЭС нужна общая координация в подходах и деятельности, отмечают эксперты. В своем видеообращении к участникам форума глава государства Касым Жумар-Тукаев подчеркнул, что эффективность инициатив зависит от совместимости национальных информационных систем. Пока интеграционные процессы в рамках Союза нуждаются в доработках. Казахстан, в свою очередь, сделал упор на создание умной экосистемы принятия решений. В ближайшие пять лет на развитие цифровизации планируется привлечь около 500 миллиардов тенге. Для новой цифровой экономики очень важно наличие новой инфраструктуры, готовой к вызовам цифровой экономики. Только что мы с вами обсудили анализ данных. Это все должно происходить в онлайне, быстро. И, соответственно, доступ к сетям, в данном случае к интернету или к каким-то другим корпоративным сетям, должен быть моментальный, качественный, быстрый. Соответственно, наша компания работает и в этом направлении. Мы в этом году закончили большой проект. Это развитие оптической инфраструктуры. И в этом году мы построили более 15 тысяч километров оптоволокна до порядка 1200 сел, что, в принципе, обеспечило, как говорится, вовлечение этих территорий в цифровую экономику. Стремительное развитие цифровых технологий спровоцировали пандемии и ограничения. ERG в течение четырех лет инвестирует около двух миллиардов долларов в технологичность компаний. В ходе форума председатель Совета директоров Александр Машкевич сообщил, что часть средств также пойдет на развитие казахстанской экосистемы АИТУ. Это платформа, в которой пользователи могут решить практически любую задачу. Пообщаться с друзьями, заказать продукты, купить страховку или получить социальную помощь от государства. Еще одно направление в цифровизации компаний – это создание вселенной базы данных. Мы познакомились со многими казахстанскими приложениями, в частности, изучили те, которые привлекали в борьбе с коронавирусом. Меня впечатлил сервис электронного правительства. Мы видим, что в Казахстане создана здоровая экосистема для развития IT-технологий. Есть и бизнес, который знает, чего хочет. Есть государственная поддержка. На мой взгляд, в Центрально-Азиатском регионе Казахстан – лидер инноваций. В приоритете для Казахстана создание четкой архитектуры бизнес-процессов. Автоматизация в этом случае должна занимать не больше месяца. Кроме этого, есть необходимость в квалифицированных IT-кадрах. Это одна из причин, по которой наша страна уступает в экспорте технологичной продукции. Для подготовки IT-специалистов в стране запустят образовательный IT-альянс. Во-первых, должны быть заданы правильные условия игры, должен быть создан люфт определенный для поддержки развития растущей отрасли. То есть он не должен колебаться между очень сильной поддержкой и отсутствием ее. То есть должен быть как минимум баланс выдержан. И сказана довольно распространенная мысль, что если государство нам дает понятные условия игры, мы готовы развиваться и давать качественные интересные сервисы, которыми будут пользоваться люди. Казахстан намерен внедрять и 5G. В ближайшую пятилетку сеть появится в крупных городах страны. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин